Ролик со сборкой моего ПК собрал очень интересный фидбэк. Ох уж эти тупые женщины, которые не могут нормально подобрать комплектующие. Но это всё в прошлом. Не знали вы, на кого нарвались? Я напомню, я вообще-то дипломированный IT-специалист. И сегодня я покажу настоящую революцию в мире сборок по 3D. С этого момента я перехожу на ноут. Как вы уже поняли, в этом ролике я расскажу про свой новый сетап для 3D-моделирования, для фотошопа. Мы поговорим про характеристики, про то вообще, почему я опять возвращаюсь к ноутбуку после такого компьютера, как я вообще на нём работать собираюсь. Ну а если вы думаете, что этот ролик проспансирован каким-нибудь производителем ноутбуков, то, к сожалению, это не так. Но этот ролик вышел благодаря прекрасной онлайн-школе, о которой я вам часто рассказываю. Это VideoSmile. У ребят из VideoSmile появился новый бесплатный мини-курс по 3D-моделированию в Блендере. Он подходит для новичков, которые хотят попробовать себя в 3D-моделировании. Поэтому, если вы мечтали научиться 3D, но боялись, переживали, ждали понедельника, то это отличный повод взяться за дело. Мини-курс бесплатный и рассчитан на абсолютных новичков. Аккураторы на платформе и телеграм-чат с единомышленниками помогут ответить на разные вопросы, которые у вас могут появиться. Все уроки уже записаны, так что смотреть можно в удобное для вас время, а результатом станет вот такая чудесная сцена с анимацией. Правда, здорово для первой 3D-работы, а это вы сами можете сделать. Ссылочка на бесплатный мини-курс в описании. Смело пробуйте себя в 3D-моделировании. Удачи! Я решила переехать. Вот так вот прям взять чемоданы и вжух, и улететь. И я очень долгое время думала, что повезу с собой компьютер. Но чем больше я об этом думала, тем более сомнительной мне эта идея казалась. Компьютер весит просто дофига. Мои мониторы весят просто дофига. Все это занимает место просто дофига. А я как бы не уверена, что я вот улечу и там останусь на какое-то долгое время. Может я захочу путешествовать по разным городам. А мне нужно работать. И моя работа реально привязана к мощному железу. И я просто не могу ждать, пока транспортная компания постоянно будет куда-то перевозить вот это вот. А еще оно в транспортировке, не знаю, может сломаться, потеряться. И что мне тогда делать, я вообще не представляю. На данный момент мой комп вот с такими характеристиками. И если что, у меня даже есть отдельное видео про сборку. У меня ни разу не было ситуации, что вот этого сетапа мне не хватало. Это была абсолютно идеальная сборка под все мои задачи, и я реально обожаю ее просто за все. Так что выбирать рабочую машину было сложно, особенно учитывая цены в магазинах. Как сиди художник, который работает за компом примерно 24 на 7, и вот сидит на одном месте, и вот так вот целый день что-то рисует. А для ноутбука, да и в целом для любого девайса для работы с графикой, у меня появился ряд серьезных требований. Первое. Это хороший экран. И я сейчас не про эти вот 250 миллионов миллиардов герц, а про нормальную цветопередачу. Два. Оперативная память. Минимум 64 гига. К сожалению, ноуты даже супер-мега дорогие зачастую с этим очень сильно страдают. Наставят дебильные 240 герц, помощнее видюшку с процем, и вот так вот сверху 16 гигов оперативки. 16 гигов оперативки для работы с графикой на винде — это просто ноу. Я просто мой цезадачный работяга, и мне нужны эти гигабайты оперативки, чтобы нормально переключаться между разными программами, которые употребляют просто кучу ресурсов. Пункт номер три. Я хочу как можно больше и создать. Все файлы под видео, 3D-модели, какие-то ассеты, все это занимает реально очень много места, и зачастую мне нужен очень быстрый доступ к этим файлам. Пункт номер четыре. Конечно, в моих мечтах хотелось бы что-то, у чего больше 8 гигабайт видеопамяти, но, к сожалению, мы говорим о ноутбуках, а там это большая редкость. Ну или нужно продать несколько почек, я не знаю. В общем-то, с этими нехитрыми критериями я начала искать ноутбук. И не то чтобы я очень много потратила на это времени, потому что, когда ты выставляешь планочку по оперативке, 90% вариантов просто отваливаются, если не больше. Окей, я рассматривала ноуты, у которых 32 гига оперативки, у которых можно делать апгрейд до 64 гига, но вы должны понимать, что чаще всего, если на ноуте написано, что там 32 гигабайта, скорее всего, там две плашки по 16, и всего лишь два слота под эту оперативку. То есть, вам в любом случае нужно будет все достать, поставить две новые плашки оперативки по 32 гига, чтобы сумму получить 64. А это, ну, знаете, мне очень приятно для апгрейда. Итак, мой выбор остановился на Asus Pro Art Studio Book 2023 года. Привет всем тем, кто сразу перемотал на этот момент. Ссылочка на видео в описании. Так вот, довольно тонкий, кстати, и весит всего лишь 2,4 килограмма. Этот ноутбук имеет несколько, скажем так, комплектаций. Мой ноут по дефолту имеет Intel Core i9 13-го поколения 980HX, 64 гигабайта оперативной памяти DDR5, видеокарту 4070, да, она урезана под ноутбук, и 1 терабайт SSD, и какой-то суперкрутое LED-дисплей с 4К-разрешением, хотя на 16 дюймах 4К в целом и незаметно. Другие подробности можете по названию модели загуглить, вот тут будет полное название. В целом, то все модели Studio Book как раз-таки заточены под работу с графикой. Они же не просто так называются Studio Book. Не просто же так, да? Коробка от ноута была, конечно, солидная, почти с комп, разве что поуже. По комплектации, собственно говоря, имеем ноутбук, блок питания с китайской вилкой. А кому сейчас легко? И в комплекте было вот это. Это стилус. Об этом поговорим чуть позже, сразу после того, как обсудим, зачем нужна вот эта круглая вертелка под клавой. А что первым делом нужно делать с новым ноутом? Конечно же, лишиться гарантии. Зато можно посмотреть, как выглядит этот красавец изнутри. Вот тут есть еще один слот под M.2 диск, и сюда я добавила еще 2 терабайта SSD Samsung 980 EVA Pro. Надеюсь, он не сгорит без радиатора, но мне с 3 терабайтами теперь точно будет комфортно. Под фоткой про новый ноут в моих сусеточках очень много вопросов было про это колесо. Что это такое и для чего это? Ответ прост. Я становлюсь диджеем. На самом деле, это дополнительный элемент управления, который можно настроить под любые программы, под любые действия. На это колесо, соответственно, можно нажимать, чтобы делать выбор, и крутить, чтобы менять параметр. В некоторых прогах Asus сам подхватывает кастомные настройки, например, в фотошопе сразу предлагают управлять кистью. То на самом деле очень удобно. В блендере же нет ничего стандартного, но это можно настроить через специальное ПО. Я пока с этим экспериментирую. Буду тестировать на более долгом утреске времени, и потом где-нибудь в ТГ расскажу, как оно. А чё вообще за стилус? И зачем он нужен? У ноута сенсорный экран. И до этого компьютер у меня тоже был ноутбук, MSI Creator, и у него тоже был сенсорный экран. И знаете, сколько раз я пользовалась этой функцией? Ноль раз. Я считаю, что это вообще самая бесполезная функция в таких ноутбуках. Просто зачем? Я очень активно пользуюсь планшетом, и у меня вот тут выцарапан кружочек. Я не хочу, чтобы я разодрала экран этим стилусом, а это рано или поздно всё равно произойдёт. Даже если там какой-нибудь супер нецарапающийся стилус, это может произойти, если ты реально активно работаешь. Спасибо, я не хочу, чтобы у меня на экране был такой же вот круг расцарапанный. Не надо. Я вот лучше планшетик поиспользую реально. А, блин, планшетик поиспользую. Но тут всё оказалось куда интереснее. Помимо того, что стилус работает с экраном ноута, и чисто теоретически, если вам хочется порисовать на экране, вы можете, так стилус ещё и работает с тачпадом, как с обычным графическим планшетом. То есть вся поверхность тачпада становится графическим планшетом. У него есть хорошая плавная чувствительность к нажиму, у него крутой отклик, и на удивление ощущается работа прям приятная. Вкупе с тем, что ты можешь просто взять и рисовать на тачпаде, как на ГП, крутить колесо, и когда надо тыкать клаву, становится очень интересно. Единственный минус – вот такая кринж-зарядка. Пока, если честно, не поняла, насколько её хватает. Я пользовалась-пользовалась, но он пока не сел. Ещё в комплекте есть разные насадки с разной мягкостью наконечника. Ну, это прям какие-то суперизвращения для мажоров. Ну, а сейчас давайте всё-таки предвидим самый главный вопрос из комментариев. Ты что, не понимаешь, что ноут хуже ПК? У него же урезанная видюха. Да? Что? А я и не знала. Конечно, я понимаю, что за те деньги, которые я потратила на ноутбук, можно собрать намного более мощный ПК. И ноут с какими-то характеристиками – это не комп с такими же характеристиками. Комп, скорее всего, будет задавать больше производительности, в том числе и за охлаждение. Конечно, если бы я стабильно сидела на одном месте, я бы отдала предпочтение ПК. Но сейчас я не планирую сидеть на одном месте. И да, хоть и есть какие-то ужимки по производительности, у ноута по сравнению с ПК есть одно гигантское преимущество. Зарядку забыла. Ладно, в случае таких ноутбуков производительность все равно ограничена привязкой к розетке, но он весит 2,4 кг плюс блок питания, поэтому его легко перевести с собой, поставить на новое место и спокойно работать. В отличие от компьютера, с которым нужно так запариться и понадеяться, что при транспортировке ничего не сломается. Ладно, наконец-таки посмотрим несколько бенчмарков, чтобы сравнить вот этот мой новый ноутбук с моим компьютером. Я забутила какой-то рандомный тест производительности, и вот такие результаты. Ну, ноут явно похуже в общей производительности. Также, если открыть какой-нибудь CPU-Z, по процессору AMD, конечно, выигрывает у этого Intel. А это бенчмарк Blender, кстати. И что тут? Ноут лучше? А как же так? Я тут уже довольно успешно какое-то время пользовалась этим ноутбуком. Я уже перекинула все проекты. Честно говоря, я думала, что после ПК мне будет супер некомфортно, я буду чувствовать какие-то лаги, какие-то фрезы. Я реально разочаровалась. Разочаровалась в том, что не почувствовала разницы. Без приколов. Я потестила и фотошопы свои с гигантскими PSD-шниками, и свои самые нагруженные 3D-сцены с мегаскансами, и рендер-видосов. Поработала над одним новым проектом, который пока не могу показать. И все работает хорошо. Но по факту за все это время я заметила только один момент, который реально как-то кардинально влияет на мою работу. И это то, что в Cyclas ноутбук рендерят в три раза быстрее. В три раза быстрее. Да, я понимаю, что в ПК 3070, а тут 4070, но она же как бы обрезанная. Хотя тесты не показывали разницу в три раза, но конкретно на моих проектах косплеенных я вот запускаю рендер одновременно на компе и на ноуте, и ноут рендерит за 20 минут, а комп за час. А минусы вообще будут? Ну, теперь у меня нет 300К, которые я хотела потратить на новую камеру. Грустно, печально, досадно. И, наверное, самый грустный момент в ноутбуках — это система охлаждения. Честно говоря, вот здесь этот девайс заставил меня попаниковать в первые дни. Я включала ноут, и он без нагрузки показывал температуру 60 градусов. А если я включала какой-то экспорт или рендер, то температура взлетала до 90 градусов. Это офигеть как много! Люди с ПК там вообще в шоке отлете от такого, но на самом деле для ноутов это терпимо, но не очень приятно. А всё дело оказалось в винде. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там намного актуальнее бомблю на Windows 11. В общем, винда прикольнулась с базовыми настройками, и просто всегда очень напрягался, даже когда не нужно. Я это пофиксила, и температуры стали ниже, особенно при пиковой нагрузке. Сейчас при том же экспорте, который вызывал 90 градусов, но добивает только 80. Вентиляторы работают реально хорошо, и это слышно очень хорошо. Я на самом деле уже даже отвыкла от этого звука. Охлаждение прям хорошее идёт, вот тут прям лютый кипяток, очень горячо. Надеюсь, ты выживешь, брат. Реально кажется теперь супер громким, буду обратно привыкать. Аккумулятор. Ну, что я могу сказать, на него лучше не рассчитывать. Для автономности в целом есть макбуки, но на этот счёт у меня целое длинное мнение, я могу записать отдельный видос, можете написать в комментарии, если вам интересно послушать. В общем-то, я, наверное, могу сказать, что я довольна. Этот ноут способен для меня заменить ПК, и я смогу дальше продолжать работать, делать свои 3D-модельки, записывать видео, монтажить, обрабатывать фоточки. И вот за те две недели, которые я уже его тестила, я не почувствовала каких-то ущемлений. Я даже больше скажу, если я подключаю ноутбук двум мониторам, то то, что я работаю на ноутбуке, выдаёт только его шум. Вот и всё. Я правда люблю свой компьютер, и не хотела бы с ним расставаться. Но учитывая все обстоятельства, сейчас ноутбук для меня лучший вариант. Хоть ноут в целом и самодостаточный агрегант, для более быстрого удобства я обросла всё равно некоторой периферии. Она у меня появилась ещё, когда у меня был старый ноутбук, она сохранилась у меня с компьютером. Клава и мышь у меня вот такие, и я использую их уже тысячи миллиардов миллионов лет. Клава появилась ещё с прошлым ноутом, и я благополучно пользовалась ей с ПК. Очень люблю серию MX, мне она прям кажется дико удобной. Также у меня есть вертикальная мышь тоже от Logitech. У меня туннели синдром, он очень сильно обострён, и я не по своей воле перешла на эту мышку. Если что, это не реклама, потому что реклама уже была, и Logitech ко мне не приходит за рекламой. Я ходила по врачам, мне ничего не помогало. В итоге в интернетах начиталось, что можно взять вертикальную мышку, и с ней станет попроще. Я очень долго выбирала, выбирала под свой размер руки, потому что есть какие-то прям гигантские, а мне как-то не очень удобно, у меня довольно миниатюрные ручки. Короче говоря, выбирала эту, и, честно говоря, ничего не пожалела. Единственное, что через полгода у меня сломались кнопки, и пришлось припаивать свечи. Так что мышку я реально от чистого сердца могу порекомендовать, но если через полгода у вас сломаются кнопки, я предупреждала. Также у меня есть графический планшет, сейчас это Vacuum Intose. У меня было очень много разных планшетов, и от XP-Pen, и от Parvo. Есть реально много очень классных моделей, но я остановилась именно на этой, только из-за одного момента. Тут есть подключение по Bluetooth. Конечно, всё равно хотелось бы обзавестись дополнительными мониторами, но об этом я уже буду думать только тогда, когда я буду на каком-то стабильном месте, и буду точно понимать, что вот здесь у меня рабочее место, и здесь я пробуду какое-то длительное время. До этого у меня стояло два монитора, кстати, тоже Asus ProArt, и их я реально могу порекомендовать, они довольно бюджетные, и отлично подходят для работы с графикой. Вот такая вот рабочая машина будет у меня на время моих скитаний. Надеюсь, мы вместе создадим много классного контента. Ну а вы в комментариях пишите, на чём работаете лично вы, какие у вас характеристики, ну или пишите, что ноуты говно, чтобы усугублять мою депрессию от расставания с компьютером. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на мой Telegram-канал, там много больше всяких новостей, апдейтов, и, скорее всего, там я буду через месяц бомбить на то, что ноутбук у меня ничего не рендерит. А ещё там теперь есть всякие крутые рекомендации, потому что можно посмотреть, и всяческие другие активности. Также можете поддержать мой канал материально, и подписаться на мой закрытый Telegram-канал, может быть так я наконец-таки накоплю на камеру. В закрытом Telegram-канале есть куча полезностей для 2D и 3D-художников, там можно получать оперативный фидбэк от меня, смотреть спойлеры по видосам и каким-то моим новым работам, да и в целом общаться на любые темы. Вот так. Огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца, удачи вам в творчестве, и до встречи в следующих роликах. Пока!